Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Вопрос такой, как бы спасение только для монахов? Ну, во-первых, скажем следующее, когда Господь Иисус Христос спас весь род человеческий, монахов еще даже и не было. Первые монашеские вообще-таки явления и подвиги, это у нас конец третьего века. Но хочу заметить, что спасение уже совершено и даровано всем людям. Так что принимают это спасение все, кто этого хочет. И это вообще никак не связано с монастырем или с семьей, работать ли вы плотником или политиком. Это вопрос нашей воли. Отдельно хочу заметить, что сегодня многие люди думают, что спасение можно как-то заслужить. Но спасение это дар. И если человек думает, что я как-то своими добрыми делами могу заслужить, что я там пойду в монастырь, я буду много молиться, и поэтому Господь меня спасет, человек не понимает, во-первых, ты уже давно спасен. Господу Богу твои вот эти подачки совершенно не нужны. Господу Богу нужно сердце сокрушенное. Вот когда человек осознает свою немощь, то есть слабость духовную, как сказано, блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное, то есть они будут спасены. Вот когда он осознал себя духовно нищим и возопил Господа, Господи, спаси меня, то, как сказано в Священном Писании, и всякий, кто прозовет имя Господня, спасется. А если человек думает, вот я монах, я совершаю великие подвиги, я постник, то ждет его глубочайшее разочарование на страшном суде. Господь сказал, придут ко мне в тот день люди и скажут, Господи, разве не именем Твоим мы бесов изгоняли, разве не именем Твоим мы пророчествовали, то есть проповедовали, разве не именем Твоим мы исцеляли. И тогда скажу им, отойдите от меня все делающие беззаконие, я вас не знаю. Потому что, друзья, как сказано в Писании, не слушатели закона будут оправданы перед Богом, а исполнители закона. А закон у нас известен, это любовь, любовь к Богу, любовь к ближним. Как только мы начинаем пытаться любить Бога и ближних, мы сразу осознаем глубочайшую свою немощь, глубочайшую свою слабость, и мы понимаем, что без Христа мы просто ничего не можем сделать. Вспоминаются опять же слова Спасителя Христа, ибо без меня не можете сделать ничего. И тогда человек обращается к Богу, Господи, будь милостив ко мне грешному. И Господь дает свою милость, как сказано в Писании, гордым Бог противится, смиренным дает ему благодать. Гордые могут быть везде, в монастыре, в миру, где угодно. Поэтому не будем, друзья мои, гордиться, а смиренно будем проходить надлежащее нам поприще, то есть ту жизнь, которую Господь нам дал, чтобы быть в Царстве Небесном. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.